всем привет сейчас мы проедем по недавно открытому седьмому и шестому этапам шестой этап уже тоже открыт полностью со всеми обходами на в павловке и с путепроводом железнодорожным вот мы въезжаем на развязку седьмым этапом даже если ест туда на просеку лэп направо в лес для обслуживания лэп будет по большей части и вот мы уже едем по седьмому этапу поехать дальше туда в сторону кольца за инкермана можно вот повернув туда на разворот тоже интересно вот вы там критиковали трассу симферополь и эхпатория мирный где провода по поверхности были протянуты вот по опорам вот тут вы только что могли видеть то же самое то есть это нормальная практика ничего там нет такого страшного вот здесь мы снимали укладку асфальтобетона финишного слоя на вот этой насыпи а ждали вот там вот на краю выемки впереди вот она ночью ждал не дождался потом утром приехал доснял вот это вот заграждение от животных еще не везде кстати сетка установлена так в целом тут уже все готово это как многие говорят самый красивый этап тавриды потому что идет по лесу через холмы овраги вот мы приближаемся это первые подпорные стенки по ходу из севастополя они красиво смотрятся в плейлисте по седьмому этапу есть видео как вот эти стены все сооружались по какому принципу как они устроены также есть там плитно-анкерная защита это вот мы впереди еще увидим дальше здесь склон укреплен такой как кольчугой из мотков троса и проволоки могли видеть за подпорными стенами вот справа еще работает экскаватор видимо приводит в порядок окружающую вот эту вот всю местность вот впереди видим склон укрепленный плитно-анкерной защитой то есть это бетонные плиты которые бетонируются на месте и закрепленные анкерными сваями за склон вот они по-моему такая технология только здесь использована ну из всей тавриды только на седьмом этапе из-за того что такой рельефт сложный здесь вот попадаются такие иногда уникалы которые едут в левой полосе там 60-70 что они в голове никому не известно вот ограничение 80 здесь как мы видим постоянный знак это видимо связано с уклоном здесь уклон какой-то все нет ограничения 80 едем по мосту через бельбек там была авария мы только что проехали плохо было видно потому что этот разделительный отбойник вот еще машины стоят подробности не знаю но они там стояли еще ехал потом обратно они еще стояли проехали мост через бельбек и через дорогу на фронтовое и в общем-то движемся на выезд седьмого этапа здесь местность не такая сложная как вот там где мы ехали поэтому здесь уже мы не наблюдаем подпорных стен вот персиковые сады которые видео мы их иногда участвовали вот приближаемся к развязке знак парковка через 800 метров это по моему парковка у якоря там организована такая парковка небольшая то есть если что-то надо можно там остановиться вот проезжаем развязку трубу здесь не предусмотрен съезд на верхнесадовая то есть если вам надо на верхнесадовая то вообще надо ехать не на седьмой этап а потом на развязке седьмым этапом ехать дальше на президентскую и ехать по ней вот мы уже едем 7 минут 30 секунд и уже мы попали на шестой этап путепровод сельскохозяйственный в прошлом видео тут шли работы и здесь мы видим уже нет техники и он уже практически на выходе находится практически завершено все так впереди идет монтаж указателя ну а впереди у нас сужение левой полосы в связи с какими-то там работами временными вот мы видим поэтому не надо пока летать в левых полосах можно так внезапно попасть в такую историю вот мы сейчас движемся направо это на сирене а мы едем на путепровод наконец-то мы по нему проедем тоже мне надо будет собрать в кучу все видео шестого этапа их будет больше чем по седьмому и там много видео про строительство этого путепровода в том числе монтаж пролетного строения слева шумозащитный экран там железнодорожное село за ним это народ поехал на бавчисара я так понимаю направо они попадают на ту дублирующую дорогу справа которая находится правда не знаю как там они сделали уже мост что ли через качу я просто упустил момент когда там балки смонтировали уже залили плиту забетонировали получается что сейчас мы посмотрим транспорт там идет уже раньше ехали по моему по тавриде объезжали этот мост ну вроде там еще что-то работы какие-то идут вот направо уходит на бавчисарай дорога слева село мостовое также защищено шумозащитными экранами и мы приближаемся к развязке на реке Чуруксу там метанируют конусы вот этого большого моста путепровода там белый кран стоит вот он поднимает бункер с бетоном там они бетонируют вокруг еще пока видим технику установка идет барьерного ограждения здесь вот этот кадр впереди зачем-то тормозит там впереди ничего нет сзади там у меня чуть не это чуть не въехали там еще работа на обочине какие-то проходят я специально ничего не ускоряю чтобы параллельно всему этому вы могли еще понимать какое время в пути у нас все без монтажа и ускорения сейчас увидим приближаемся это развязка на орловку заезжать на нее это вот там направо поворачивать справа полосы и мы попадаем на путепровод здесь все продолжает бетонироваться основание под шумозащитные краны мы видим три миксера целых также здесь идет монтаж барьерного ограждения монтаж переходов надземных тут еще много работы вот в этом месте поэтому тут в нашем распоряжении пока одна полоса ну а навстречу две полосы сейчас будут кадры которые у меня тогда не сохранились это мы будем ехать по путепроводу через железную дорогу которая уже находится за бахче сарая справа видим экскаваторы они видимо отсыпают откосы плодородным грунтом отъезжаем на путепровод вот шумозащитный кран информационный шов все съехали с путепровода впереди городок Кандорстроя напомню они работали на шестом этапе проезжаем развязку с поворотом на маловидное на строиндустрию снизу этот поворот а мы идем по путепроводу над ним и Субтитры сделал DimaTorzok Тут тоже какие-то работы, но там всё это связано с откосами, как правило, с отсыпкой на них плодородного грунта. Сама дорога уже, как мы видим, очень даже пригодна для движения. Автобусная остановка была справа. Субтитры сделал DimaTorzok Приближаемся к повороту на глубокий яр. Субтитры сделал DimaTorzok Также мы тут видим шумозащитные краны слева. Вот он поворот, пешеходный переход, монтаж которого я не так давно выкладывал. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Проехали в глубокий яр, приближаемся к Севастьяновке. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Внизу сельскохозяйственный путепровод. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Там еще что-то делают DimaTorzok Ого еще будут грунтовать и красить по моему, как на первом, втором, третьем этапе, там где грунтовка такая красноватая была, и потом в светло-серой это красилось. Приближаемся к Севастьяновке. Слева экраны, за экранами дублирующая дорога, тоже с освещением Можем видеть там опоры наружного освещения тоже присутствуют Здесь справа еще будет откос, наверное, отсыпаться этим грунтом плодородным Ну и гидропосев должен тут происходить Выглядит так, как недавно только сделанный И вот мы впервые едем по открытому обходу Новопавловки через Скалистое Тут есть съезд на Скалистое Там потом вы попадаете на адскую дорогу, дорогу ярости Вот я по ней иногда объезжал пробку в Новопавловке, потому что выходило быстрее даже Но там дорога отсутствует Дальше вот после этого съезда, как съезжаем Поворачиваем налево и начинается веселье Приближаемся к мосту через реку Бодрак Вот он указатель, вот он мост Тут это путепровод тоннельного типа И пошли шумозащитные краны Которые защищают село Скалистое от шума Проезжаем вот это место Тут долго не велась разработка выемки до конца Потому что, видимо, согласовывали вырубку леса Или что-то в этом плане Помню, было долго тут стояло Стояла выемка не до конца разработанная Вот видим экскаватор длиннорукий Видимо, он отсыпает плодородным грунтом Когда стоит рядом самосвал и экскаватор То, скорее всего, он берет из самосвала, из кузова грунт И распределяет его по откосу Сельхозпутепровод Приближаемся к мосту через реку Альма Здесь я снимал укладку асфальтобетона В частности, с того путепровода, который мы проехали Вот он, впереди мост Тут еще конусы предстоит только начать бетонировать Так уже все указатели есть Но там еще народ что-то работает Это съезд, получается, на Новопавловку был Направо, под мостом он проходит Приближаемся к приятному свиданию Здесь справа полоса занята пока что рабочими Видно, обустраивают шумозащитные экраны Вот первый пешеходный переход Здесь уже лэп все переустроили Достаточно оперативно Справа все еще монтируются экраны Надо было снять подробный обзор приятного свидания Потому что здесь все еще кипит работа Которая сейчас скрыта от наших глаз Потому как находится за шумозащитными экранами Ну а слева мы видим только стойки установлены И не все они как бы установлены окончательно Вот второй пешеходный переход В самом уже приятном свидании Здесь с двух сторон экраны В таком коридоре мы едем Справа ресторан Ресторан также отгорожен Когда все достроят Пойдем туда Покушаем Начинается развязка Направо это идет под путепровод По путепроводу тоннельного типа под Тавриды Можно попасть На противоположную сторону И можно поехать дальше И выехать на Тавриду Эту развязку я с воздуха показывал В общем-то тут все понятно И вот мы уже почти выехали Приятного свидания Едем мы сегодня до развязки С трассы Тавриды Переводки И уже получается Около 25 минут все занимает Вся дорога При том, что я не очень потоплю Тоже машина не позволяет Ехать там 200 Едем гораздо медленнее И получается Достаточно быстро Слева видим Различные машины Там прям толпа целая Что они там делают Даже не знают Ну все вот получается Мы съехали С Тавридовского асфальта И приближаемся К развязке С трассы Тавридовского асфальта Вся дорога заняла Оно остальное Около 25 минут В то время как По старой Ну часа полтора Занимала Такая дорога На этом у меня все Всем спасибо за внимание Всем спасибо за поддержку канала Подписывайтесь Впереди много интересных объектов Которые начну показывать В скором времени Так что не пропустите Будет интересно Всем спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok